Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Дарк Сол 3 Дарк Сол 2 Это, в принципе, без разницы. В данной игре это точно без разницы. Доспех Аланского Капитана. Именно Капитана. Не простой рыцарь, а Капитана. Он немножко посильнее, да? Но он лучше и по прочности, и лучше выглядит. Гораздо лучше выглядит. Потом одеваем наручи. Наручи они обычные. Потому что у Капитана только уникальный шлем и доспех. Все, и по ножу. Ну вот такая вот красота, посмотрите. Обожаю этот сет. Очень красиво. Наше оружие нам плечо пробивает. Но это ничего страшного. И пойдем сейчас, будем убивать босса вот так. Иди сюда. Иди сюда, мразь. Все, пока нам тяжело, потому что мы не прокачали выносливость. Сейчас я побегу. Я бегу максимально, как я могу. Давай, давай, быстрее. Все, let's go. Телепортируемся. Междумирье. Жилище хранительниц огня. Они охраняют огонь. Это имеется ввиду, что они охраняют костры. Об этом нам рассказывал мужик, который командир ковенанта Лазурного пути. Ковенанта я пока не менял. Ну, это не проблема. Потом придумаем. Пока я хочу все-таки, чтобы меня призывали. Кстати, вот именно в это прохождение меня вообще так редко призывать. Или вообще, по-моему, ни разу еще не призывали. Не, призывали давно. Именно на помощь. Ну, короче говоря, очень редко призывают. А хочется помогать всегда. Ну, собственно говоря, все, идем дальше. Я уже говорю, что когда вот вы пройдете игру, или почти пройдете, короче говоря, в поздней стадии игры, можно будет сосуд души фармить хоть сколько. То есть, обузить бесконечно можно будет. Ааа, такой, ааа. Опять бухой пришел. Ааа, иди отсюда. Ладно, все. Подходим к этой красавице. Для начала, давайте я немножечко все-таки запишу наши характеристики. На текущий момент. Мы даже сделаем вот так. Потому что нам будут отображать атаку оружия. Мы сюда положим, например, ради интереса. Мы положим сюда вот это оружие. А в вот этот положим вот это оружие. Все. И запишем характеристики. Угу. В принципе, у меня уже атака такая и будет. Потому что... Я вам расскажу потом, почему. Сейчас. Uno momento. The friend draw drugendo. Правое оружие. Правое оружие. Орр 1. Это у нас 431. Пор 2. 190. Это клешня. Ой, 190 это коготь. И клешня 175. Пор 3. 175. Это очень важно. Нужно делать расчеты. Потом. В принципе, мы увидим эти показатели. Но я все равно хочу записать. Оз 4. 5. 7. Мы это увидим, да. Так что, можно не записывать, но я запишу. Вес груза. Кстати. Надо будет с весом очень внимательно. Потому что, все равно я думаю, сначала, когда я раскидаю характеристики, я прогадаю с весом. Не забывайте, что у нас еще и кольца по-разному весят. Есть кольца и там 0,2, а есть и по килограмму. Но это не страшно. Если что, я какой-нибудь элемент одежды сниму, там типа наручи. А потом уже буду прокачивать это дальше в ФЗЧ. Потому что, я говорю, так сразу не угадаешь. Можно еще самые такие легкие снять и одеть тяжелые кольца. Давайте мы так и сделаем. 0,2 снимем. 1,5. Ну вот 1,5. Оделим и тяжелые кольца. Окей. Ну нам уже тяжело. Начнем с этого. Так. Ячейка. Кстати. Давайте сразу обговорим про оружие. Я вот думал, думал. Во-первых, мы сейчас поговорим про дополнительный урон оружия. Такие как яд. Я до этого вчера... Ой, не вчера, а прошлый выпуск делал. Это был вчера. Там я когти зачаровывал ядом. Такие как молнии, огонь, магия и порча. Да? Ну порча это тьма, грубо говоря. Смотрите, что это называется дополнительный урон. Потому что он дополняет вашу физическую атаку. Конечно же лучше показывать это в другом месте. Ну, лучше у кузнеца показывать. Ну давайте, ладно, здесь расскажу. То есть у вас есть основная атака физическая. Идет скалирование на нее, да? То есть множитель. Множитель идет на общую атаку. То есть если мы зачаруем... Это у нас будет оружие физическая атака, например, 50, грубо говоря. И мы зачаруем на яд, 50, скалирование будет идти на общее число. Это будет 100, и оно будет раскинуто туда и туда. То есть, например, если атака будет 50, то, грубо говоря, допускай будет плюс 20 физическая и плюс 20 к яду. В итоге физическая атака будет 70, яд будет 70. Видите, в чем минус? В том, что, не забывайте, что яд срабатывает не сразу. Он никогда не срабатывает с первого удара. То есть, грубо говоря, вы просираете свой физический урон. Вы его отдаете половину яду. Понимаете? Поэтому, если вы не будете зачаровать, то у вас физическая атака будет 50 плюс 40. То есть, в итоге 90. То есть, или у вас будет атака 70, да, физическая. И зачарование ядом, который сработает там с 4-5 удара, да? Если повезет еще. Тем более, на боссов она не будет работать. Или у вас атака будет сразу же 90. Это я еще взял маленькие показатели. А у оружия там по 120 родная, потом еще прибавка большая. Так, во-первых, я уже сказал, да, про это. Теперь, во-вторых, смотрите. Я уже говорю, что в этой игре никогда не зачаровывайте оружие, любое оружие, на яд и на кровотечение. Никогда. Это самые бесполезные показатели. Если вам прям так сильно нужен яд, да, вы можете купить стрелы с ядом. Вы можете купить дротики с ядом. Вы можете купить смазку ядовитую и смазывать оружие. Но зачаровывать никогда не нужно ни ядом, ни кровотечением. Все. Про это мы поговорили, мы забыли. Также то же самое относится к остальным стихиям, да? Если вы зачаровываете, например, молнией, вы также теряете часть атаки и передаете ее молнии. Также скалирование будет и туда, и туда разкидывать. Но не забывайте, что далеко это, ну, у врага может быть хорошее сопротивление молниям. И в итоге вы просто теряете, да, часть физурона. Какой итог? Мой вам совет. Если у вас какое-то такое хорошее, мощное оружие. Во-первых, это оружие не зачаровывайте. Если у него хороший дамаг, само собой. Если там дамаг по 350, по 400, например, у моего оружия 380. У катаны там, я не помню сколько, честно. У дубины, огромная дубина, у ней там по 400 урон. Потом у демонического молота, по-моему, так называется, демонического, он выпадает из гнезда, там по 400 урон. Такие оружия зачаровывать не нужно. Пускай у него будет огромный физурон, и поэтому лучше всего использовать дополнительный баф. То есть, мы просто будем на сырое оружие, обычное, накладывать сверху с помощью магии. Мэйджик, инглэш мэйджик, вы понимаете, да, меня? Какие у нас есть варианты накладывания, налаживания, ну, конечно, вы поняли. Во-первых, самый оптимальный вариант и самый легкий, ну, не совсем он легкий, это пирамантия, огненное оружие. У вас будет первая проблема, вам нужно нафармить. Я говорю где, я потом покажу, как это фармится. То есть, вам нужно убить, как же зовут-то, заключенного этого, да? Я уже ничего не помню. Я вам потом покажу. Я вам сейчас покажу. У меня души сейчас нету. Вам нужно убить... Он как-то медленно, видите, бежит, вообще даже не бежит. Так, преследователь, прикольно-станин, нет. Вот. Вам нужно будет убить забытую грешницу на НГ+, то есть, использовав уголь вражды. Тогда выпадет у ней такая же душа, же оранжевая. Там будет душа ведьмы. И вы обменяете у мужика в забытой крепости. Его нужно будет избавить от окаменелости, да? И он обменяет вам на этот рецепт. Этот рецепт, видите, в чем его плюс? Он абсолютно ничего не требует, кроме одного, кроме одной ячейки. А чтобы у вас была одна ячейка... Ой, 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 извиняюсь. Все, давайте мы уберем. Чтобы у вас была ячейка, у вас... Ученость должна быть прокачана, по-моему, до 10. То есть мы уже прокачиваем ученость, появляется одна ячейка. Все. В эту одну ячейку вы можете положить огненное оружие, использовать его по 4 раза. Ну, и восстанавливать с помощью костра. Огненное оружие, во-первых, дает 50 урона огнем и плюс 15% от урона огненного оружия. То есть, если у вас оружие уже было зачаровано огнем, и вы накладываете это заклинание, то оно будет прибавлять еще и от атаки огнем, родной. Но я говорил, что зачаровывать лучше не надо, пускай у вас просто будет плюс 50 урона. Это самый, с одной стороны, легкий, и с одной стороны, самый экономный вариант. То есть вам не нужно будет прокачивать интеллект, веру, бла-бла-бла, тра-ла-ла, а-ла-ха-ба. Потом дальше идем. Тяжелые варианты. То есть не самые оптимальные. Но они подойдут, если вы играете за мага. Так, зачарование... Не зачарование, а баф оружия молнии, да? То есть грозовое оружие. Вам нужно будет, по-моему, или вера, или интеллект, ну, там, по-моему, 24 или 27. Суть в том, что это много для нас. Мы не будем это использовать. Но это нормально, если вы играете за мага. То же самое относится и к... Тьма, да? То есть баф тьмы на оружие. Там, по-моему, нужен интеллект 16, а вера 14. То есть нам очень много придется раскидывать. Тоже для нас не вариант, для мага вариант. Но! Казалось бы, безвыходной ситуации нет. Мы будем использовать теперь этот вариант. Я его никогда не использовал. Я посмотрел все виды магии. Есть еще один баф для оружия. Атака магии. А давайте посмотрим сопротивления мои. Сопротивление, видите, у этого сета хорошее сопротивление магии. Но далеко не у всех. Тем более, сет у меня еще сейчас штрафы на него накладывается. Штрафы. Давайте глянем даже здесь. Так, 17, 11. Ну, вот видите. Я уже говорил, чем этот сет знаменит, да? Тем, что у него отличное сопротивление огню. Ну, вот, я говорил. Есть еще один баф для оружия. Магический урон. Требования, в принципе, там скромные. Там нужно всего лишь 10 интеллекта. То есть, во-первых, мы прокачаем до 8 в любом случае, чтобы общаться с НПК. Помните, мужик, да? Нам всего лишь потратить 2 единицы и прокачать до 10. Это не проблема. Во-вторых, он дает нам плюс 50 атаки магии. Еще, по-моему, плюс 15% к урону оружия. Но не магическим, а именно к урону, насколько я помню. И еще там много использований. По-моему, до 8 использований. Или 6, или 8. Ну, кое-что говоря, больше, чем огненное оружие. Возможно, я выберу этот вариант. Но, а что нам мешает выбрать то и то? Ничего. Мы выберем то и то. То есть, сначала я буду использовать магическое оружие. Рецепт купить очень легко. Мы мужика уже встретили. Он у нас в деревне. Мы приходим, покупаем рецепт. Опа! И у нас уже есть магический бонус. Магический баф. А потом я покажу, как фармить огненное оружие. И уже мы посмотрим, что лучше. Ну, само собой, одно из самых лучших это атака молнии и тьмой. Ну, я говорил, да, уже, что именно для мага спокойно подойдет. Отлично, если вы играете из-за... Ну, и в атаку идете с оружием, с мечом. И сразу же в мага идете. То это будет очень хорошо. Я сразу советую или тьму, или молнию. Это уже выбирайте сами. Например, у нашего сета сопротивление меньше всего, видите, да, к молнии. К молнии, к молнии, к молнии. Ну, вот так вот. Все. То есть, если я использовал огонь, потому что он самый экономный, да, нужно всего лишь убить босса. И не надо прокачивать характеристики, кроме учености. Но теперь мы попробуем магически. Нам всего лишь нужно будет потратить 2 на интеллект. Ну, сейчас 2, а так надо будет с 6 до 10, но это немножко. В любом случае, это меньше, чем прокачивать молнию и тьму. Фух, все. В принципе, я рассказал все, что хотел. Пошлите. Прокачиваемся. Если что, самое главное, запомните, никогда не бойтесь прокачиваться. Никогда не бойтесь. Давайте заберем эту фигню, что здесь валяется. Кстати, в обычных таких играх, да, шмот не валяется. То есть, если ты выкидываешь шмот, он потом просто исчезает. Но в этой игре, видите, он у нас всю жизнь сохраняется. Еще раз говорю, никогда не бойтесь изменять характеристики. Сосудов души в игре много. Если вам нужно найти, почитайте Вики. А потом я вам в любом случае покажу, как можно обузить. Но это будет еще не скоро. Ну, поехали. Во-первых, я сказал, нам нужен интеллект 10, да. Во-вторых, ученых нужна одна ячейка, тоже 10. Все. Мы потратили немножечко. Теперь у нас будет и огненное оружие, и магическое. Ну, огненное нам еще надо будет достать. Ну, то мы достанем. Во-вторых, ловкость. Ловкость, лучше всего прокачать до 40. Именно сейчас выше качать я вам не советую. Лучше раскидайте на жизни и выносливость. Ловкость качаем мы до 40. Смотрите, видите, моя атака повышается. Смотрите, прикол. Сейчас у меня атака 149. Это почему? Потому что сейчас у меня наложены штрафы за оружие. У меня оружие, да, мое любимое. Забык называется. У меня в руках оно. На М называется. Большой такой меч. Это дугой. Он требует 20 силы. Но, если мы будем его держать в двух руках, то силы нужно будет всего лишь 10. Это еще экономия 10 очков. Силы мы в любом случае будем качать, но это уже будет позже. Смотрите на атаку справа. Видите, 182. Так, я в одной руке держу, да, оружие. Это плохо. Ладно, подождите секунду. Надо сделать по-другому. Вот, видите, да? Поэтому подходите с оружием в двух руках. Видите, я держал в одной руке, и он наложил штрафы за это. На силу. Так, еще раз. Интеллект 10, чтобы мы могли использовать атаку магии. И ученый с 10, чтобы была одна ячейка. Вот ячейки 0, 1. Ловкость. Так, смотрим. 76. Тоже до 40. Давайте сначала силу поднимем. Все. Силу даже 9, по-моему, хватит. Угу. Так, что-то он руг... А, вот, все, правильно. Смотрите, видите? Если мы ставим силу 9, а нужно всего 20, не забывайте. У нас, видите, штраф накладывается. 278 атака. А если мы сделаем 10? 428. Все, то есть мы сейчас ничего не распределили практически, а уже, видите, атака тоже самая. 428, а было 431. Ну, это ерунда. Потому что мы силы сэкономили, поэтому пока атака не прибавляется. Ну-ка, если мы сейчас прибавим атаку силой до 40, мне интересно. Вот, видите, немножечко совсем прибавляет, да? То есть 9, 9 урона всего лишь. Это не стоит того, безусловно. Поэтому просто ставим десяточку. Нам ее хватит. На доспехе, по-моему, силы не нужна. Ой. Не туда, не туда зашел, извиняюсь. Все, убираем, убираем, убираем. Так, теперь нужно что-нибудь придумать с ФЗЧ. Все, видите, у нас пускай будут штрафы. Может быть, там еще и лук у нас будет плохо работать, да? Там, может быть, ему силы нужна 15, я не помню. Хотя нет, маленький лук обычный, ему силы, по-моему, нужно 7. А вот этот морской лук, который мы нашли, хороший лук, ему нужно 16 силы. Мы просто не будем его использовать. Все, во-первых, мы сэкономили 57 очков. У нас уже, видите, атака тоже самая. То есть 2-3 разница, это ерунда. Теперь, у нас осталось 57. Не так уж и много осталось, конечно. 40-10. Теперь самое главное, ФЗЧ. ФЗЧ, ФЗЧ, ФЗЧ. Как же нам рассчитать-то, ФЗЧ? По идее, он должен снять штрафы. Сейчас посмотрим, снимет, нет? Ох. Нет, штрафы он не показывает. Смотри, надо подумать, как же нам лучше сделать. В любом случае, сделаем так, смотрите. ФЗЧ я говорил, да, что будет проблема. Вот, будет проблема, потому что здесь мы не видим, когда я могу уже носить нормальную одежду, сет. И когда я не могу, здесь не показывается процент тяжести. В любом случае, нам нужна адаптация, мы сейчас качаем адаптацию. Прокачаем до 25-го. Но я говорил, что нам нужно будет сначала потом прокачать до 30-го, и потом до 39-го. И мы потом это не качаем. Мы переходим на жизни и выносливость. Сет весит примерно 40-го килограмм. Это плюс кольца, например, грубо говоря... А, еще меч. Ух ты. Меч сколько весит-то? 12, по-моему. По-моему, 12. Это будет уже 52 плюс кольца, 55. То есть у нас здесь должно быть примерно 110 веса груза, минимум. 110. Это, конечно, много-много-много-много. Но я говорил, давайте тогда прокачаем основу, а потом я уже докачаю. Мы не будем все вкладывать в ФЗЧ. Ну, видите, я хотел попробовать сыграть с легкими доспехами. Я сыграл. Уже не хочу играть с легкими. Я лучше поиграю с этими, с моими любимыми доспехами. Все, мы адаптацию подняли. Давайте сейчас поднимем жизни. Пополам распределим вот так вот. 15. Теперь зато нам есть куда развиваться. Все. Вот такая вот у нас хорошая раскачка. Пока нам будет тяжело, мы пока не сможем носить фулл сет. Это не проблема, я уже говорил. Мы всегда сможем ФЗЧ развивать. Тем более, по-моему, даже есть кольца, которые увеличивают максимальный вес. Но они нам не нужны. Пока у нас будет так. Видите, у нас много очков ушло на ловкость. И на ФЗЧ ушло. Так бы они ушли на жизнь с СТК. А выносливость. Все, хорошо. Так, баланс. Баланс у нас поднимется потом. Это стойкость и адаптация. Да. Вот. Подвижность. Видите, у нас стало больше подвижность. Сопротивление к яду. Магическая защита. Смотри, как хорошо развивается. Это из-за чего у нас? За области? Нет. А, интеллект. Ну-ка, подождите. Нифига, да, развиваю. Смотрите, на восьмерку аж. Вот я просто проверил. Так. Ну вот. В итоге, короче, у нас немножечко поменьше стало бить оружие. 428 вместо 431. Это не страшно. 187. 162. Все. Все, что я хотел, я сделал. Нам останется только немножко потом фармить. Все души будем тратить на раскачку в СЗЧ. Жизнь и выносливость. Все. Нам нужно будет развивать вот эти три параметра. Самое главное. Уже потом я перейду на силу и на ловкость. Ловкость мы не трогаем. У нас атака уже и так великолепная. Потом нужно будет адаптацию. Интеллект, веру мы не трогаем. Конечно же, я уверен. Что ж ты спрашиваешь? Профессионал. Может, я буду тяжело вставать? Да. Но я уже сказал, почему. Потому что нам пока тяжело. Вот. 82%. Нам нужно, короче, догнать до 100 нам брать. А. Я забыл уже. Еще нам нужно эту фигню убрать. Но они легкие, в принципе. Кольца у нас сейчас самые тяжелые. Ну да. Это мелочь. Так. Смотрите. Уже 77%. Уже хорошо. То есть поднять хотя бы ливилов еще 5 или 6. Посмотрим, короче. Нормально. 77% это еще нормально. Машина для убийств. Так. 570. Это у нас защита. При том, что мы еще не апгрейдили. Да. У нас будет еще и апгрейд. И ФЗЧ. Потому что мало бабла. Пойдемте попробуем сделать апгрейд доспехов. Я буду в таком сете ходить всю игру. От начала до самого конца. Да. Сейчас тогда мы сделаем магическое оружие. Я покажу, как вам сделать его. У нас интеллект есть. Есть интеллект. Так. Бежим к старику. Этот старик был в безлюдной пристани. Мы с ним поговорили. А он сюда пришел. Купить предмет. Так. Вот. Волшебное оружие. То. То-то. Да. Все. Купили волшебное оружие. Пока, мужик. Ты на мнение не интересен. Абсолютно. Нам еще нужен будет посох, кстати. Да. Надо найти самый бичевский посох. Я сейчас забыл про него. Чтобы использовать магическое оружие. Нам нужен будет или посох для магического оружия. Или рука для... Оружие огненного. У меня где-то был посох. Но можно найти самый бомжовский. Чтобы он меньше требовал. Двадцать. Нет, нет. Где-то же был посох. Подождите. Посох волшебника. Странно. Очень странно. Ну ладно. Я потом найду посох волшебника. И вам уже покажу. Хотя подождите. По идее мы можем взять любой посох. Нам все равно. По идее. Смотрите. В составе заклинания ставим в ячейку заклинания. Все. Восемь использований. Восемь. Не четыре. Как у огненного оружия. Кстати. Работает заклинание. И огненное. И волшебное. Примерно 90 секунд. Смотрите. Видите, да? То есть мне даже не нужно прокачиваться под посох. Я могу использовать любой посох. Абсолютно любой. Даже если, видите, стоит крестик. Без разницы. Опа. 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 Отлично. Нам нужно еще прокачаться. Выносливость и здоровье. Ну да. И нам еще нужно прокачать вес. Нужно найти... Где-то был посох. Я не знаю, почему он исчез. Был посох волшебника. Странно. Неужели я его продавал? Наверное, я его продал. Но это не проблема. У нас уже есть посох. Если что, я найду другой. Ну вот все. Теперь у нас есть магическое оружие. Плюс 50 атака магии. И потом мы сделаем еще и огненное. И потом будем выбирать, что мы хотим. Видите, я держу в руках... В двух руках оружие. У меня нет штрафа. В одной руке, видите, крести красные слева внизу появляются. Все. Я вот это полезное вам показал. Теперь я еще хочу сказать вам про кольцо. Помните, я говорил, есть такое кольцо именное. Я говорил, для чего оно. Вы выбираете имя Бога. И там присоединяйтесь к игрокам, которые выбрали того же Бога. Для чего это кольцо нужно? В первую очередь для игры с друзьями. Например, если вы хотите найти своего друга и вместе с ним играть. Он покупает такое кольцо. И вы покупаете кольцо. Нажимаете на него, чтобы выбрать. Выбираете Бога. Богиня удачи. И потом кто-нибудь из вас ставит метку. Видите, слева вверху иконка появилась. Такая, с желтой стрелочками. Ну, короче, вы потом ставите метку, да, и вас будут находить только те, у кого такое же кольцо. То есть вы очень сильно сужите круг. И шансы, что вас найдет друг, очень высоки. Ну, собственно говоря, для этого и нужна эта кольцечка. Можно всегда поменять, видите, Бога. От того, что вы выберете Бога, абсолютно ничего не изменится. Это без разницы, какой будет стоять. Самое главное, чтобы ваш друг выбрал то же самое. Бог болезней, смотрите. Вот так вот. Все, собрали мы сет. Давайте мы сейчас сделаем апгрейдик его. Посмотрим, что у нас есть. Нужно сделать полностью апгрейд. Так, для начала мы не можем усилить. Давайте сейчас я запишу обломок. Нам нужно будет три обломка и потом что-то еще другое. По-моему, или мерцающий, а, или огромный кусок титанита. Так, обломок. Три штуки. Я знаю, где обломок, и я знаю, что там можно обузить по три штуки. Дайте мне уголь вражды, и я вам покажу. Просто покажу вам, как обузить обломки титанита. Да, ой. Хорошо. Это, в принципе, Маракума нам не нужна, но можно что-нибудь потом придумать с ней. Посмотрим. Но мы еще хотели посмотреть наши доспехи. Великолепные доспехи. Вот они. Все разбросано. Ну, лучше всего сделать апгрейд, начиная с Кераса. Видите, каждый апгрейд увеличивает сопротивление к магии, к огню, к молниям. Но больше всего у нас будет сопротивление к огню. Мы потом будем еще в железной цветотеле более-менее бегать по огненным камням. Осколок титанита. Немного осталось осколков. Давайте сделаем апгрейд в первую очередь. Этого чуда. Потом сделаем вот этого. Все. Осколки титанита нужны? Они, по-моему, у него продаются бесконечно. Да. Нет. У нее продаются бесконечно осколки титанита. Нет, не у нее, подождите. У нее, конечно, у нее потом будет бесконечно 100%. Потом у нее будет бесконечно. По-моему, у этого должно быть бесконечно. Или у этого, наверное, бесконечные большие осколки. Давайте купим тогда большой осколок. Осколки титанита, в принципе, не сложно найти. Тем более, помните, что здесь, если я заюзаю уголь вражды, здесь будет в этом сундуке 5 осколков. Кстати, еще не забывайте, что вражеские крипы могут ломать сундуки. Вот, например, да? Вот здесь вот. Помните, тот мужик большой с копьем? Он может случайно взять и ломать сундук. Сундук он не вернется никогда. То есть он сломанный, он будет сломанный. По-моему, да. То есть если мы заюзаем даже уголь вражды, сундук не появится, по идее. А может появится, я потом проверю. Так, он дает нам что-то бесконечное. Да, большой осколок. Давайте купим две штуки. А, и сразу у тебя же и усилим. Давай, давай, братюня. Где моя кираса? Вот она. Угу. Я могу купить еще один осколок. Сейчас тогда я пойду фармить, да, пока немножко пофармлю. Буду помогать другим проходить боссов, да. А потом уже я врублю и будем дальше играть. Мне нужно душа нафармить будет. Я бы показал вам, но смысла никакого нет. Я потом, конечно же, покажу какие-нибудь отдельные эпизоды. А, 3100 надо. Нифига. Ладно, все. Собрали мы сет, собрали оружие. Нужно, в первую очередь, оружие апгрейдить. Потом уже сет. Поэтому нам нужно будет найти обломки титанита. Нам нужно будет найти или обломки титанита, да, или уголь вражды. То или то. Здесь уже, видите, крипы не распавнятся. Я же их убил миллионы раз. Просто тыстил разные раскачки. А, да, и мне нужно убрать какую-нибудь вещь, потому что мне тяжело. Ну и надо кольца поставить уже какие-нибудь нормальные. Пускай будет кольцо со змеем. Золотой змей нам не нужен больше вообще. Выносливость. Вот это хорошее кольцо. Потом будет кольцо дракона, еще хорошее. Вот, например, смотрите. О, видите, я делал колесо. Теперь я могу носить нормально сет. Как вариант. Я про него говорил. Видите, он увеличивает нагрузку максимальную. То есть мы видим, да, у меня сейчас 68%. Так, и лук. Я вот говорил, что морской мы не сможем. Да, 16 силы. Но мы сможем, по идее, вот это. 7 сил. Видите, как все идеально правильно. Просто баки. Вот и все. Смотрите, мы поставили лук, стрелы. У нас 69%. Буду потихонечку прокачивать ФЗЧ, чтобы потом освободиться вот для кольца. И все. Здесь, например, можно поставить вот это. Кстати, огромный плюс оружия, что оно очень медленно ломается. Вот это кольцо можно даже, в принципе, и не носить. Можно вот это носить, тоже хорошее кольцо. А, у меня сейчас вес будет большой, да. Давайте от этого уберем. Что-нибудь другое поставим. Какую-нибудь регеночку. Во, тут я поставлю. О, точно. Пускай хоть раз на меня призовут. Ну все, ладно. Тогда сейчас я пойду пофармлю в железной цветотеле. А вам уже включу. И мы пойдем дальше локацию сносить. Зачищать. Все, продолжаем дальше. Короче, мне нужно купить посох, да. Мне же не хватает посоха. А этот посох что-то мне не очень нравится. 4 килограмма еще весит половиной. Вот у этого мужика можем покупать посохи. Помните, этот посох, да. Он дается в самом начале волшебнику, колдуну. И заметьте, да. Требование. 10 интеллекта. Прям как у нас. Нам все идеально. Все, покупаем посох. Тем более, он весит два раза меньше. И сейчас пойдем, скорее всего, убивать босса. Пора уже нам убить посика. Поставим сюда копить. Оно, скорее всего, оно у меня было. Но, видимо, я его продал тогда. Так, это мы все оставим. Пускай все это будет. Просто уберем вот это. А, или просто прокачаем пару уровней. В любом случае, надо будет качать. Силу потом мы тоже будем качать обязательно. То есть, мы ловкость до 40. И силу поднимем до 40. Я уже говорил об этом, по-моему. Но пока нам нужно ФЗЧ, чтобы я мог нормально оттаскать вещи. Нам нужно ФЗЖП. ФЗЧ. Немного он, конечно, какой-то голенький. О, а теперь, может, получится одеть? Нет. Ну, что-нибудь другое можно. Вот это вот, например. О. Ну, давайте тогда оденем. Все, такие скромные перчатки у нас. Вот это давайте тогда оденем, ладно. О, нормально, все. ФЗГ, пойдемте убивать босса. Я пока еще ничего не фармил. Вот, где я остановился, вот, на том же самом месте. Но нам уже пора, пора убивать босса. Так, откуда мы пойдем к нему? Пойдемте отсюда. Это одет три стража, да? Вообще, есть пара вариантов, как их можно убить. Да, даже можно три варианта. Первый вариант, просто идти в тупу и убить. Но они могут продамажить и убить нас. Ну, это самый жесткий вариант. Второй вариант, использовать щит. Это уже полегче, да? То есть, вы будете защищаться, а призванный фантом, например, он будет их дамажить. Ну, есть еще вариант. Ах ты, плохой человек, а? Два удара. Есть еще вариант. Можно использовать дубинки. Тут такой секретный вариант. Далеко не многие его используют. То есть, покупаем две обычные дубинки. Потом берем их в руки и делаем силовые удары. И этот босс, он не выходит из тана вообще. Давайте хотя бы оружие зачаруем, что ли, для приличия. Так, надо еще привыкать к этому. Опс. А, вот он идет. Он все-таки, да, будет за вами идти, поэтому лучше надо было его убить. Он пойдет уже до конца. Ну, давай, друг. Ну, иди, иди сюда. Понятно все, ясно, ладно. Бывает и такое. Мы не пойдем влево, мы пойдем по прямой. Он с одного удара. Мне это тоже нравится. Отлично. Где-то еще один был. Был и нету. Был пацан, нет пацана. Влево идти смысла практически нету. Да, лучше всегда сразу пойти. И все. Кстати, есть еще один проход. Это дверь, да. Я, по-моему, говорил, да. Если мы ее откроем, мы можем туда упасть. Но, не все так просто. Сюда можно запрыгивать отсюда, сверху. И поэтому, получается, минуя абсолютно всех стражей и врагов. Вот там у нас это, мы идем с того костра, который возле кузнеца. Поднимаемся, убиваем одного человека, да, который с алибардой. Пару собак убиваем. И потом отсюда прыгаем сюда. Но нужно не прыжок делать именно, а нужно именно идти по прямой или лучше бежать с обрыва. И он, по идее, падает прямо сюда. Я потом как-нибудь попробую показать. Ну, просто это быстрый проход, грубо говоря. Ладно, давайте попробуем, что у нас получится. Мне интересно, вот я еще на страже этих не ходил, да, с таким сетом. Само собой, мы вызываем фантома. Хотя, от этого фантома настолько мало толку, это просто забейте. Самый вот бесполезный фантом. Так, сейчас. Угу. Лэс Гео. Бесполезный, потому что это маг, во-первых, да. А во-вторых, потому что он бесполезный маг. Ну что ж, пробуем. У нас есть чем зачаровывать. Попробуем сначала так. Я хочу встретить, буду ли дамажить и так далее. Да, ой, как больно дамажит. Хорошо. Ну, мы тоже можем дамажить. Угу. Нормально. Не, ну мы можем и так, в принципе, и убить. И вы видите, что у меня очень сильный дамаг с руки. А, да, да, выносливость, видите, наша проблема. Ну все, минус на нули. Короче, стоим здесь, никуда не уходим. Самое главное, чтобы она не упала. Давайте тогда еще быстренько сделаем так. То есть, видите, я без всяких щитов стараюсь играть, да, потому что, я говорю, это более-менее сложный вариант. Видите, если он будет... О, да, неприятно. Ну, куда ж ты выкинул-то его? Так, у ворот, у ворот, у ворот. Угу. Так, осторожненько, осторожненько. Блин, а... Так, аккуратно, аккуратно уходим. Нам бы убить одного сначала, а потом уже второго убивать. Этого надо убить сначала. Все, убили. Ну, вы видите, в принципе, ничего сложного, потому что мы все идеально прокачались. Да, сейчас он может меня ударить, но ничего страшного не будет. Давай, братья, мне побыстрее. Кстати, есть заклинания, да, которые увеличивают время действия... Ой, есть кольца, которые увеличивают время действия заклинаний. Но эти кольца, они не работают на это заклинание, потому что они увеличивают заклинания, действующие на самого обладателя, но не на оружие. Ну, все, все просто идеально. Я раз с первого раза, да, в принципе, оружие просто делает свою работу на 150%. Так, еще раз говорю. Есть кольца в этой игре, которые увеличивают продолжительность некоторых заклинаний, типа там туман отравы, там туман порчи. Но эти кольца, они не работают на оружие, когда мы накладываем бафы, потому что бафы идут на оружие, но не на самого человека. Все, боссик у нас пройден. Здесь надо прочекать стенки. Я помню, где-то здесь есть призрачные стенки. Само собой, вот это, по-моему, да? Кстати, хорошо так выглядит. Вот она. Я не помню, по-моему, одна здесь должна быть, да, призрачная и... Нет, две призрачные. Просто, грубо говоря, идем и чекаем. Слушай, когда я здесь первый раз был, три, смотрите, четыре. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Просто пробегаемся. Кстати, я когда помогал играть до этого, когда я пробовал разные раскачки, Талакаса, где железная цизотель, да, там были призрачные стенки. И, ну, я пытался как-то показать, потому что, напоминаю, если я еще не говорю, что когда вы играете за Фантома, вы не можете открывать призрачные стенки в других мирах. Это подъем на второй этаж. Так вот, и там были призрачные стенки. Я старался показать игроку, типа, смотри, стенка, я бью по ней. Еще вы думаете, он подходит, начинает по ней бить. Бьет, бьет по ней, и все, и уходит. И я начинаю думать, так ощущение, что они не все знают, что стенка открывается не битьем, а именно клавишей использовать. Клавишей использовать. Опа. Этот босс, в принципе, не обязательный для нас, потому что он дает нам проход к забытой грешнице, а мы уже убили. Косточка возвращения. У нас там еще внизу есть что-то. Клюшки. Опс. Так, идем в порядке очереди. Угу. Нормально? Да, нормально. В какой полку ищет? Ну, пускай будет, может, она пригодится. И еще, вот здесь одна была. Пустота, да? Угу. Бесцельность. Все. Теперь мы идем в лову. Вот еще, вот, насколько же их много. Ржавая монетка. Абсолютно бесполезная вещь. В прошлом, или в этом. А, в прошлом выпуске я говорю, или чего она? Хорошо, сейчас мы идем сюда. Поднимаемся опять наверх. Там мы перепрыгнем. Там, по-моему, еще одна будет секретная стенка. Ну, все, хорошо. Прошли еще одного босса. Это очень хорошо. Ох, нормаль. Нормаль. А, вот. Ага, тот самый проход. А здесь потом еще будет башня луны. Там будет еще один ковенант. Ковенант, короче, колоколов, по-моему, так называется. И суть ковенанта, да, что они должны охранять против тех, кто вторгается в две области. Это башня луны и башня солнца. Да. А ковенант крысы, они защищают, то есть призывают к себе, те, кто вторгается в склеп, в этот, да, где мы были, помните? Где ковенант был сам, крыс. И еще одна область, это двери фареса. Там тоже это все работает. Так, сейчас здесь будет взрыв. Так. Душа солдата. Что еще было? А, нет. Ну, вот так вот. Вот костерчик, который нам нужен. Там вниз будут башни луны. Кстати, когда мы туда заходим, 90% что кто-нибудь на нас нападет и с фантомом. 90%. И самое главное, обычно это больше одного. То есть чаще всего это два фантома на вас нападают. Я могу попробовать так чисто для вас? Давайте зайдем, глянем, что там будет. Так, ну сначала давайте посмотрим, что у нас здесь есть. А, давайте тогда сразу активируем еще мужика. Которая там нужна ветка блога. Вот еще проходик. Здесь еще вот мутант есть у нас. Ну что ж ты по мне попадаешь-то? Я ж тоже могу попасть. У меня супероружие, 3х. Нет, здесь лучше не прыгать. Я вам не советую здесь прыгать. Это еще одну плюшку мы упустили. Я вам потом покажу. В начале была. Человеческая фигурка. Осторожненько, отходим. Опа. Угу. Так, сумеречная трава. Действует, да? Здесь нужно прыгать, правильно? Но я не буду. Помните, я говорю, что здесь еще на крыше есть плюшка? Вот она. Я ни разу ее не брал. Я видел ее миллионы раз, миллиарды раз, но ни разу не брал ее. Поэтому давайте уже возьмем, наконец-то. О, еще одна плюшка. Огненная бабушка. Может помочь прыжок, у вас впереди. Но это очевидность и факты. Вон лежит клад. Ну что ж, надеюсь, получится одного раза. Ох, это было изи. Большая душа. Я вот не помню, куда же эта лестница все-таки ведет. Куда? Вопрос. Куда? 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 О, я слышу звуки. А, все ясно. То есть она ведет в одну сторону. Но мы недалеко здесь от костра как раз. Вот. Мы были возле этой лестницы. Понятно, короче. Ничего интересного. Все, здесь у нас бочки. Просто их ломаем. Все, и у нас будет эта локация полностью зачищена. Полностью. Все, давайте мы активируем того мужика. Снимем с него эффект статуи. В принципе, но он нам как раз и даст зачарованное огненное оружие, когда мы найдем душу. Не надо. О, пукан бомбанул. Бомбита, сеньорита. Не прыгай мне в колени. Может помочь в лабиринт. Ясно. Так, здесь ничего нету здесь. Тут мы уже были. Вот я говорю, они сидят в этих. Видите, да? Поэтому лучше сразу бить. И все. Нам нужно найти этого мужика. Здесь я был, да. Тогда я тебе вспомнил дело. Он наверху где-то лестница должна быть. Вот она наверх лестница. Можно, в принципе, взорвать бочку, как вариант. И надо его убить. Он потом может помешать нам. Эх, на что он надеялся. Но нам еще нужно прокачиваться. Надо много прокачиваться. Много прокачиваться надо. А давайте, знаете, что сделаем? В следующем выпуске мы пойдем за огненным оружием. The fire of a weapon. Как вам, нормально, да? А, нет. Мы не пойдем, потому что у меня нет углеворожды. Я посмотрю, где его можно взять. Потому что пока обузить мы не можем. Потому что мы еще не прошли нужные миссии до того момента. Это будет почти в самом конце. Вот они, наши друзья. Мы учились в одной школе с ними. А, не надо! На, сразу минус. Ну, ох ты, какие же они все-таки непорядочные люди, а? Восьмером на одного. Давай, и ты тоже туда же. Ват, иди, ват. Все. Красивый черепок. А, кстати, да, нам было показать вам один прикол. Ну, ладно. Ключик у меня есть? Ну, я вот не помню, какой же здесь ключ-то нужен. Кстати, я вот, по-моему, не помню. Хотя я открывал эту дверь, но неважно. Ну, вот, собственно говоря, для чего мы сюда пришли. Использовать ароматный обед. Да, у нас ее четыре штуки. Четыре. Опа, на колени передо мной пал. Быстро. Давайте даже поговорим с ним, хотя он не заслуживает. Он вообще вредный человек. Неприятный. Сначала говорим. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Нам нужно... Только одно... Как я и говорил, помните, что он показывает только то, да, что у нас есть, как ни странно... То есть, душа Скорпиона наш, у нас есть, это есть, и он показывает, то есть... Здесь еще есть свиток, огненное оружие, но он не показывает, вы понимаете, да, вы чуете? Потому что у нас нету этой души... Ну, купить предмет, что у тебя есть, интеллект, но я так слишком умный... А, вот, я говорил про это кольцо, увеличивая продолжительность действия заклинания... Неплохая вещь, особенно, когда вы там яд кидаете и так далее... Тут, видите, он и продает какие-то заклинания, но огненное оружие он не продает, он только обменивает... У нас здесь ничего не надо, но все, собственно говоря... Видите, он постоянно у нас орет, да, что мы никчемное существо... Я понял, дай мне пройти... Делаем так, но мы пойдем чуть-чуть дальше... Мы пойдем в новую крепость... В заброшенную крепость... Так, надо вспомнить, как же эту дверь открыть-то... А, мы еще, знаете, куда в следующем выпуске сходим? А я вам покажу, куда... Я вам покажу... Мы сходим на огненных саламандр... Призаботимся, что здесь стоят бочки с порохом... Видите, черные... Если по ним попасть, да, будет больно... Хотя у нас сет защищает от огня... Пока я доспехи апгрейдить дальше не буду... То есть, я немножко потратил денежки, маленечко, да, и все... В первую очередь, мне нужно делать апгрейд характеристики, это самое главное... То есть, например, 150-й левел уже будет существенно 150-й левел... У меня сейчас там 100 с чем-то... 105-й, да? 106-й... Ай, отстань от меня, отстань... Да ты сдохнешь в любом случае... Вы видели, да? Почему они такие злые? За что? Кстати, вот когда вы лазите по лестнице... Вы можете или бить вверх, или бить вниз, кстати, тоже... То есть... Как бить вниз, я не помню... Во! Смотрите... Если, например, вы лезете вверх, и перед вами враг вверху... Можно бить его вот так... Оп! Так тоже делают и крипы некоторые... Например... В локации... Помойка, да? Там вот эти зомби эти ходят, да? Голые зомби... Например, если... Вы лезете по лестнице, и они полезут снизу... Они будут вас так же бить полоком... На такой, лезь! А вы можете их так же бить ногой... На! Пошла отсюда! Пошла! Пошла! Заметьте! Если нежить будет сверху вас, и он ударит вам по голове вот так два раза... То вы сразу же упадете! Вы просто опустите лестницу и упадете на спину! Это забавная история, конечно! Можем попробовать было бы здесь... Кстати, а давайте попробуем сделать! Мне интересно! Как раз я сейчас помню, да? Как нужно использовать... Так... Правая кнопочка, значит, это вверх бить... А левая... Это вниз... Ну-ка, если что мы сделаем так... Я уберу оружие... Доставай меч! Во! Вы видели, как быстро, да? Ну блин, видите, да? Если далеко убегать... Он... Опять достает свою... Стрелялку! Ах, что же попробуй до конца! Давай, братюня, иди! Ну чё ты такой немощь, а? Давай, давай! Смотрите! Да ты чё ты... Чё тебе надо? Раз! Два! Нет, ну... Знаешь, скорее всего, падает только игрок! Видите, эта мразь не падает! Ха-ха! На, иди отсюда! Пошёл вон! Моя лестница! Ну-ка, слезь! Во! Нет! Я точно помню! Если вас бьют, вы падаете с двух ударов! А здесь почему-то не так! Ну ладно! А я понял, как я их с руки убивал! Три недели я бил! А здесь один-два удара! Один силовой можно сделать, и всё! Ну, кстати, надо ещё оружие прокачать! Ещё много чего надо! Так, значит, нам нужно оружие! Давайте тогда я посмотрю, чтобы мы в следующей серии, во-первых, прокачали оружие! И во-вторых, нашли уголь вражды! Потому что здесь он нужен в любом случае, чтобы я убил босса ещё раз! И я потрачу, чтобы прокачивать характеристики! Потом вам покажу, что получилось в итоге! Ну, здесь немножко, хватит на две! Кстати, я сейчас ещё заметил, у меня есть эта фигня, да? Вот! Талисман Ллойда! Я могу сказать, для чего он нужен! Вдруг он когда-нибудь пригодится! Что ж такое блокирует использование эстуса? Что ж такое эстус? А может быть, это вот эта шляпа? Да! Например, если вы пвпшите с кем-нибудь, вы можете в него кидать талисман Ллойда! И ваш враг не сможет использовать флягу вообще! То есть, она не будет активна! Для этого, в принципе, и нужна эта фигня! Вот и всё! То есть, кидаете врага, и он не может использовать флягу! Опа! Вот такие вот дела! Ну всё! Давайте мы этот выпуск закончим! Тоже полезный был выпуск! Мы убили босса! Рассказал я вам про полезности! Собрал сет! И всё! Все дела! Опять какие-то души дали, да? По-моему! Тот подыхает и подыхает! Они там прыгают куда-то! Самоубийцы! Я попробую вспомнить, где уголь вражды! И где обломки! Вообще, если я найду два угля вражды! То я покажу вам, как обузить обломки! Бесконечно, практически! С помощью угля! И мы здесь заюзаем уголь, чтобы убить босса! Но это будет сложно, сразу говорю! Не забывайте! НГ плюс! Это НГ плюс! Ну, постараемся сделать! Конечно, хочется соло! Пока мы убивали соло всех боссов! Ну, соло в том числе я имею ввиду и фантомы и боты! Ну, я уже говорил, что фантомы и боты, они почти бесполезны! В той драке вы видели, что все я там зарешал! Тем более, такая атака! И потом уже посмотрим, когда у нас будет огненное оружие! Посмотрим, что же лучше-то! Ну, мне кажется, магическое лучше! Ну, посмотрим! Тем более, мы сможем выбирать каждое оружие под конкретного босса! Например, если босс огненный, а в цистотеле там будет два босса огненных! То все! КГ, ВП, ЖП, ЗП! То мы врубаем волшебное оружие! Я достаю свой посох такой! Опа! Оп! Смотрите, он делает это медленно, потому что у нас ученость не развита! Ну, мы же не дурачки! Мы не будем ее развивать! Только потому, что мы не маг! Мы не будем качаться в магы! Поэтому, в принципе, скорость приемлемая! Я пока тогда еще передохну, да? Пойду еще пофармлю немного! Опять буду помогать людям убивать боссов! Души понакоплю и покачаю характеристики! И такие вот дела! И попробую вспомнить, где уголь вражды! Хотя бы или одну штучку для начала, или вообще в идеале две! Ну все, давайте до следующего выпуска! Пока! Пока! А, да! Пока!